так девчонки девчата всем привет всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал с вами виктория я из украины живу в германии девочки сегодня мы с вами поговорим короче я решила снять такое знаете такую историю праздничных ароматах до ароматах для свиданий ароматов праздника таких каких-то чувственных женственных парфюмов до ароматы может быть к 8 марту кому-то ну в общем как хотите на свидание к любимому такой вот у нас будет с вами поговорим в общем о парфюмах давайте романтичных скажем так вот у меня такой вот подносик видите я принесла что-то я как-то собрала много ароматов знаете почему потому что вообще я много чего бы носила бы надевала бы на свидание да потому что у меня много из таких женственных парфюмов я постаралась принести сюда но здесь как-то больше люкса у нас вот потому что мне в основном люксовые парфюмы они такие знаете больше какие-то женственные больше какие-то не знаю короче мужчины любят больше люкс чем нишу скажем так девчонки да в общем короче тут у меня еще букет стоит дня всех влюбленных которые мне муж принес но он уже вот есть какие-то цветочки еще нормальные какие-то уже в общем пусть еще постоит так но что девочки давайте начнем давайте вот начнем да чтобы я такой вот на дело какой аромат если бы я шла на первое свидание может быть да давайте начнем со свидания потом закончим 8 марта короче ну наверное на первое свидание я бы надела за добр я бы надела за door именно вот эту версию в белом флаконе тут как-то не очень видно только на донышке видно аромата так флакон не просвечивается ну вообще этот аромат заявлен как парфюм без алкоголя насколько я поняла это такая очень жасминовая версия прямо здесь очень много жасмина он очень красиво он такой кремовый для меня да то есть это вообще наверно самая-самая кремовая самая нежная версия жадор да вроде бы на первый взгляд может показаться таким каким-то легким но нифига он очень яркий он очень диффузный очень такой шлейфовый он очень женственный для меня это такой вообще супер мега женственный жадор здесь очень красивый жасмин здесь вот прям знаете я вспоминаю просто когда мы жили в амане и когда цветет жасмин вот эти кусты этот запах вечером ты выходишь на улицу иногда вот свекровь мне такую охапку жасмина нарвала нарвала с этих кустов и я вот ложу машине пока не доезжаю домой и вот вся машина пахнет этим жасмином в общем-то это очень красиво я даже видите нанесла если буду стараться все наносить красиво очень красиво очень мне нравится вот эта версия вообще-то такая женственная женственная женстве вот дальше девчонки давайте следующий аромат чтобы можно было бы опять же такие надеять на свидание к мужчине да я бы с удовольствием надела бы вот такой вот роберту кавали гэма де парадиза по моему называется да да вообще я считаю что ароматы роберта кавали они очень недооцененные потому что ну мало про них говорят но на самом деле это такой достойный достойный люкс ароматы очень стойкие очень яркие очень такие ну как для люкса очень яркие понимаете у них есть свой характер до своя это сама флаконы посмотрите какие красивые да вообще считаю что это очень красиво очень качественно для люксовых ароматов пахнет грушей для меня пахнет такой сладкой груши прям таким сиропом груши сладким цветами пахнет тоже это очень красиво такой сладковатый но не совсем сладко но не липко не приторно так нормально очень красивый люкс давайте давайте будем вот так вот груша какая красивая сладкая такая груша и много много цветов каких цветов непонятно вообще у меня этот аромат очень ассоциируется с весной когда вот уже такая теплая весна прям может быть даже май месяц когда уже цветут цветы и когда уже отцвела сакура цветет сирень он такой для меня яркий цветочный сладкий такой прям хочется надеть какой-то платье такое знаете разлетающийся ветер бежать куда-то ну вот очень красиво боже очень красиво такой недооцененный люкс и жадор какой красивый вообще далее если бы я хотела свидание с каким-нибудь продолжением где-нибудь ну соблазнить короче мужчину я бы надела гриш диор да это эксклюзивная или там бутиковая линейка это вообще мой любимый во всем это просто я обожаю этот аромат это такой красивый фужер здесь такая красивая роза здесь вообще необычная роза ветивер роза дубовый мох пачули сладкий такой боже какой он красиво он такой дерзкий для меня он вот в таком аромате как бы если платье то какой-нибудь мини платье то есть если допустим здесь какое-то беленькое платье что то такое розовенькое да здесь тоже что-то такой летящий то здесь такое черное какое-то яркое сексе платье вот чтобы вот соблазнить мужчину прям это очень яркий аромат это очень красивый парфюм я его обожаю если у меня пропадет вся коллекция первое что я верну в коллекции это вот этот вот девочки гриш диор красота просто как для меня это очень сексуальный аромат далее второй аромат тоже такой же секси который ее требует вечер с продолжениями африканский бал от байреда да у меня вообще уже смотрите осталось этого парфюма полфлакона мне кажется даже меньше это 100 миллилитров и я боюсь чтобы он закончится потому что его надо повторять потому что без него но уже никуда здесь сладкие цитрусы такие булочные цитрусы ветивер цветы это тоже это очень красиво очень ярко опять же таки здесь тоже для меня какая-нибудь мини кожаная какая-то юбка блузка с таким вот вырезом яркий макияж очень красиво это очень сексуальный аромат вообще я получала очень много комплиментов на эти духи особенно от мужчин он очень нравится мужчинам кстати шикарный просто кайф вообще байреда это такие духи там что не новинка то вау знаете вот вот каждый раз что-то выпускает байреда это прям очень красиво мега красиво дальше девчонки если вы хотите пококетничать быть такой девочкой ну не очень там до такой скромной более но вас сидит что-то темные силы какие-то то можно надеть хорошую девочку от киллиан у меня версия обычная классическая это это нежность это что-то вот вроде задор да такой нежный женственный я вообще вот это не представляю на мужчинах только на женщинах причем на таких кто любит все такое кружевное нарядное да какая-то свадьба мне до такой аромат я бы его надела на свадьбу свадебный то есть тут уже не то чтобы свидание прямо на свадьбу я бы такое на дело это очень красиво ну это абрикосы вот эти белые цветочки всякие османтус в общем-то сухофруктиками он мне пахнет такая немножко пыльца здесь есть это тоже это очень женственно очень красиво это очень яркий парфюм очень стойкий парфюм да это прям весь день у меня это было свадебный аромат моей сестры она надевала его на свадьбу вообще супер ой вы знаете я не взяла сюда love от киллиан ничего обойдемся сегодня без него дальше еще один аромат тоже такой дерзкий немножко но и нежно такой дерзкий нежный вот что-то типа девочки он такой кремовый короче говоря это у нас moretta от моральским по-моему до бренд моральским это moretta девочки это такая история давайте давайте вот так вот сделаем это такая история короче тоже жасмин белые цветы кремовый такой жасмин аромат такой но он яркий конечно же он ярким такой для меня молочный лактонный какой-то какой красивый роберт у кавалия ну вообще вот эта груша прям красота короче он такой для меня молочный такой сливочный парфюм бело цветочный что-то есть здесь немножечко гурманская ну ну так в основном это такая бело цветочная история это тоже это очень нежно очень женственно очень так спокойно он не кричит но он яркий то есть это не тихий парфюм это тоже стойкость просто убойная но он не кричит не верещит допустим вот это будет кричать просто да когда вы зайдете в греждерку вот это такое поспокойнее но это вы бы вы останетесь замечено и в этих духах потому что они такие необычные у меня в этом аромате еще я ощущаю какой-то табак немножко да то есть он вроде бы и нежный но есть в нем какая-то такая изюминка как будто бы табачные какие-то нотки что-то такое то ли древесные нотки которая вот дает ему вот эту вот такую как терпкость шероховатость вот есть в нем что-то такое но вообще супер очень очень красиво девочки вообще шикарный аромат очень стойкий вообще просто далее девчонки что я бы еще на дело я бы надела на свидание вот такой вот аромат от оскар де лоренту белоруса да я уже говорила что этот парфюм это что-то в стиле длины от парфюм стемарли немножко в стиле лавиабель только нет не классическая лавиабель да а которые уже прям далеко отошла от лавиабель сейчас мы дойдем еще и до лавиабель да это такой здесь роза такая зефирная роза давайте здесь очень нежная розочка такая зефирка какая-то маршмеллоу чуть-чуть очень нежная очень такая малинки какие-то даже это может быть роза отдавать немножко такой малиной но очень нежно тоже очень красиво очень нежно очень так тонкий такой какой-то прям прозрачный аромат вот вообще если свидание ту летом такой теплым летним вечерком вот это вот свидание очень приятные девочки такой вот компотик но но приятный компотик я например люблю компотный парфюмы но я знаю многие есть не любят я очень люблю немного таких компотных духов поэтому мне вот эта история нравится а флакон посмотрите на флакон да вообще для меня вот эти флаконы оскара де лорент это какое-то искусство девчонки вообще очень красиво очень нежный вот такой вот летнее свидание девочки держала за этот за колпачок до никогда не держите духе за колпачки потому что видите как бывает далее вот мы и дошли с вами до лавиабельки лавиабелька короче эта версия 22 года было вот с таким вот видите золотым вот это уже что-то далеко от лавиабель ну есть какое-то сходство вот у меня оскар де лоренто с лавиабелькой до сходство вот этой вот такой какой-то сладкой ваты каких-то зефира каких-то нежных нежных цветов здесь очень нежные белые цветочки мало сахара уже это уже не про сладость лавиабелька это такая знаете как конфетный такой парфюм до какой-то конфетный зефирные духи вот что-то такое у меня муж очень любит этот аромат вообще он мне кажется что мужчины они вообще в основном любят вот такое вот вот такое вот дело в основном да мне кажется что мужчина они не поймут чего-то я поэтому сюда и не приносила никаких там совершенно тенсов да или там еще какой-нибудь такую сложную нишу что-то типа афганца потому что ну это точно мужчины такое не носят не любят и не поймут вот это вот они любят вот такие вот истории всякие конфетные простые будет очень ярко красиво вообще супер вот этот оскар долларенто это просто кайф я уже пахну вообще всем чем тут только можно ничего так далее аромат который был сегодня моим ароматом дня ориана от от парфюмс де марли да почему почему потому что сладко вкусно корочки такие сладкие корочки апельсина немножко горьковатые потом много маршмеллоу много сливок очень много сливок прям какой-то тирамису аж даже или панна кота такой десертный аромат такая гурманика красивая который тоже понравится мужчинам нравится женщинам это тоже ярко для гурманики это ярко очень стойко вот очень красиво ну давай ну я сегодня в нем но можно сделать так еще раз сразу вот это вот корочки апельсина как будто бы даже какой-то мармелад знаете вот маршмеллоу конечно же сливки какой-то даже пломбир для меня какой-то мороженое даже такое пломбир в общем-то вкусняшка вкусняшка девчонки очень вкусный парфюм с удовольствием надела бы его на свидание да далее чтобы еще на дело надела бы вот такой вот праду прада candy прада candy кис по-моему называется это вот этот вот аромат который с ноткой вишни только вишность вишня здесь такая как будто в варенье из вишни до компот варенье сладкое такое немножечко немножечко какая-то горечь есть как будто бы горечь миндаля или красивая но вишня такая знаете еще что мне напоминает этот аромат вот это вот когда-то были тортики сверху такой ставили вишню вот эту красную такую сиропную такая сладкая сладкая была и вот это вот что-то тоже вот напоминает а такой сладенький парфюм очень красивый тоже яркий шикарный вообще все вот эти вот прада candy они все такие красивые и по-моему говорят что их все снимают и это очень жалко потому что ну как почему я вообще не понимаю почему от снимает родригес кубики да почему продавать снимает почему еще там какие-то ароматы миздер абсолют люблю снимает зачем снимать такое красивое лучше снимите блин сотый фланкер black опиума чем такую красоту так дальше девчонки что еще я бы надела бы надела вот такой вот цветочек от марк джейкобс да марк джейкобс дейзи low paradise в общем это по моему парфюмированная вода это не туалетная вода по моему это парфюмированная вода короче это прошлогодняя лимитка вот который двадцать третьем году было летом ну тоже но не флакон от чудо я носила его нормально носил этот аромат потому что он очень красивый он такой яркий сочный фруктовый давайте вот так вот так вот сделаем ой кайф какие-то фруктики мне здесь манго и личи вот что-то цветочки какие-то такой яркий фруктовый такой себе знаете не не громкий не страны такой простой понятный люкс то кто любит такие какие-то опять же такие конфетки какую-то водичку такой с этими с бульбашками с газом газированные такие да вот что-то вот в этом есть он такой немножко какие-то нотки даже шампанского я себя открыла знаете вот чем больше носишь аромат тем тем что то больше и больше всего да мы себя находим в ароматах у для меня сейчас здесь открыть немножечко шампанское когда только вот открываешь и вот этот вот первый пенка вот это вот вдыхаешь ее вот есть что-то в этом какой-то же платье к какой-то шортики может даже знаете вот такая себе девчонка бежит у нее там что-то падает вываливается сумочки ну в общем такой ароматичный парфюмчик очень красиво вообще на каждый день нету для меня это аромат вне сезонной до хоть и он и вроде бы как вышел летом у нас даты такие весенние новинки были весеннелетние но я спокойно это носила и осенью и зимой потому что это вообще можно носить каждый день . красиво далее следующий парфюм девчонки чтобы я еще бы конечно же конечно с туфельку туфельку гламур вот эту розовую конечно потому что это конфетка это леденец это праздник это настроение улыбка радость боже это кайф просто понимаете этот аромат подымает настроение я не знаю каждый раз когда его ношу хочется улыбаться он очень яркий ну каролина эрера это про яркость про шлейф про стойкость про вообще заполнение всего всей комнаты то есть однозначно зайдет аромат потом зайдете вы понимаете тоже вижу яркий образ такая тоже девушка с ярким макияжем с большими сергами много каких-то аксессуаров бижутерии до красные губы такие дерзкая какой-то секси платье с большим вырезом с какими-нибудь может быть оголенными плечами в общем очень яркий аромат очень красивый конфетка какая-то даже водичка как дюшес вот что-то такое вот очень веселый очень яркий для свидания вот так девчонки подойдет дальше такой поспокойнее аромат для свидания тоже tom ford ванила секс почему потому что это парфюм такой знаете как вторая кожа я его для себя назвала чем больше ты его носишь тем больше он вообще впивается вашу кожу пропитывает кожу волосы и вот это вот мой муж он вообще он он просто кайфует от этих духов он не перестает делать мне комплименты каждый раз когда я ношу я сама не могу я заставляю себя не носить его так часто каждый день потому что ну потому что это тридцатка и чтобы подольше побыл вы видели цены вообще на том ford это это короче цены это вообще другая история да боже девочки это такая красивая ваниль здесь для меня какое-то миндальное молоко какой-то йогурт понимаете такая красивая ваниль какие-то белые цветы красиво как будто бы же свин или туберозы здесь есть ну но какие-то белые цветы ну есть вот это вот яркость понимаете очень красивый аромат боже я я не могу перестать его носить шикарные духи просто он такой тоже знаете вот это вот на свидание и аромат как и киллиан для меня я бы делает она вообще на свадьбу это очень красиво опять же такие какие-то кружева какой-то шифон что-то прозрачные какие-то прозрачные блузы вот что-то такое для меня то очень красиво кайф далее еще один дерзкий аромат от тома форда который тоже я бы надела на свидание он блин у меня его осталось уже нет не так много но у меня есть большой флакон мне муж подарил в прошлом году бетерпич от том ford почему потому что он сладкий он такой алкоголь на немножко сладкий косточка персика здесь хорошо ощущается горечи напоминает мне коктейль вот этот были с такой молочный вкусный очень красивый очень яркий очень тоже думаю что оценит тот кому вы с кем вы пойдете на свидание очень красиво обожаю его но и последний парфюм девочки я бы надела его на свидание это armani привы роз александрия это очень красивая роза и необычная роза да ну здесь роза такая медовая такая сиропная медовая молодая очень розочка мед я ощущаю вот очень много меда такая как будто бы вот лепестки розы причем такой розовые розы персиковые розы не красные таких светлых розочек вот этих маленьких как будто бы вот взяли полили медом залили каким-то еще малиновым сиропом и вот так вот она мне пахнет очень тоже нежно это тоже такое знаете если на свидание то опять же таких куда-нибудь в парк на какой-нибудь пикник вот что-то вот такое с какой-то корзинкой с каким-то обручем на голове рисуется обручем него цветочек какой-то волосах вот что-то такое очень красивые духи но что то есть не видела уже я не знаю сняли не сняли 4 не видела нигде подходила кармане привык у нас он представлен в сифуре есть в дугласе есть но что-то вот роз александрии нигде нету странно есть вот эта роза милану но мне вот эта роза красивее почему потому что здесь мед ощущается такой причем мед мед полевые цветы мед вот такое что-то очень красиво но что девочки что-то у меня сегодня все летит жду вас в комментарии до пишите чтобы на деле на свидание вы скоро 8 марта кто-то что-то ждет от своих мужчин мужей короче пишите девчонки комментируйте всех люблю всех целую с вами была ваша виктория всем приятного просмотра и пока